Димаш Кудайберген Ведь в этот день родился мой добрый друг, мой брат с огромным сердцем, талантливый аранжировщик песен Ерлан Бекчурин. Наш Ерике – человек, в котором соединяются и детская непосредственность, и взрослая рассудительность. Сегодня я хочу пожелать, чтобы Всевышний исполнил все его мечты. Ему и его супруге, вместе с которой он разделяет и поддерживает каждую мою большую и маленькую радость, желаю огромного счастья. Пусть Рамиртай растет достойным сыном своего народа, а мы будем продолжать гордиться им. С днем рождения, май бро! С днем рождения, май бро! Друзья, мы, конечно же, присоединяемся к поздравлениям Димаша Кудайбергена и поздравляем Ерлана. Желаем ему самого всего наилучшего! Димаша Кудайбергена и поздравления, май бро! Димаша Кудайбергена и поздравления, май бро! аранжировщик и саунд-продюсер Ерлан Бекчурин. Именно благодаря его золотым рукам и щедрой душе созданы лучшие аранжировки песен народного артиста мира Димаша Кудайбергена. Такого умелого аранжировщика уже много лет подряд хотят переманить к себе другие певцы, но Бекчурин верен своей команде и продолжает работать с Димашем. Вот как Ерлан скромно рассказал о непростой работе аранжировщика. Я родился в Уральске, учился в школе для одаренных детей номер 11. Родители – люди творческие, часто выступали на свадьбах. Так как оставить меня маленького было не с кем, приходилось брать с собой. Спал в зоне видимости возле акустических колонок. С того времени и стал впитывать музыку не только маленькими ушками, но и всем телом. В 90-х годах, когда уже подрос, родителям дали комнату в областном центре народного творчества, а по соседству была комната звукозаписи. Так с пяти лет я стал интересоваться аранжировкой, а писать полноценные аранжировки стал с пятого класса. Журналист тогда задал Ерлану вопрос. Аранжировщик – профессия очень специфичная и штучная. Как же удалось овладеть ею? Думаю, первые шаги я освоил еще в детстве, играя в студии. В школьные годы мечтал учиться в музыкальном колледже, а после девятого класса решил поступать на хоровое дирижирование. Но по каким-то неизвестным причинам меня завалили на вступительных экзаменах за отсутствие слуха и ритма. Поэтому пришлось переключиться на специальность социально-культурная деятельность и менеджмент по туризму. А уже после я стал изучать игру всех инструментов по слуху, так как музыкального образования у меня не было. С тех пор пройден большой творческий путь. В вашем послужном списке ни одно звездное имя. Помните, с кем начинали работать в Уральске, потом в казахстанском шоу-бизнесе. Да, в Уральске, на мое счастье, были именно те музыканты, которые мне очень помогли сформироваться как аранжировщику. На сегодня тесно сотрудничаю с Ренатом Гайсиным, российским маэст Игорем Крутым. Вы саунд-продюсер, аранжировщик, мегазвезды нашей страны, уникального певца Димаша Кудейбергена. Именно ваши сложнейшие аранжировки песен в его гениальном исполнении покоряют страны и континенты. Расскажите о первой встрече с Димашем и дальнейшей совместной работе. Димаша я знаю с тех пор, когда ему было 10 лет. Я в то время сотрудничал с его родителями Канатом и Светой Айтбаевыми. Маленький Димаш всегда мне говорил, что будет выступать на мировой сцене. Но, конечно, в то время я был уверен, что это юношеский максимализм. И про себя думал. Димаш, почему бы тебе не мечтать о реальных вещах? Нашей первой совместной работой стала песня Керкерим. Мы ее делали для телевизионного конкурса. А потом были конкурсы «Славянский базар» в Витебске, где он взял гран-при и так далее. Этот путь успеха знает любой диаз. Я счастлив работать с Димашем. Действительно, мега-талантом наших дней. Уникальным певцом, раскрывающим сейчас все свои творческие силы. Рад, что могу быть его саунд-продюсером и аранжировщиком, и другом. Расскажите, пожалуйста, о семье. Как мы знаем, вы с супругой смотрите всегда в одну сторону. Общие цели и стремления. Как познакомились с будущей женой? Супругу зовут Джордан. Она родом из Грузии, выросла в России и по контракту приехала в Уральск. Тут-то мы и познакомились. В первый раз, услышав ее пение, во мне проснулся продюсер. Первой мыслью было вывести ее на музыкальный рынок Казахстана. Писал песни, стали с ней лучшими друзьями. Построили вместе студию звукозаписи мечты. Дальше любовь, семья. В данный момент растим сына. Супруга – бэк-вокалистка в команде Димаша. И помимо этого у нее сольная карьера. Проекты с Джордан у нас перспективные. Думаю, скоро вы об этом узнаете. Ерлан, а что вам помогало и помогает добиваться своего? С каким девизом по жизни вы идете? Поделитесь мотивацией с нашими читателями. Молодежи нашей желаю верить в себя. И не сдаваться, когда вам скажут, что не получится. Ведь меня тоже не приняли на хоровое дирижирование, якобы по причине отсутствия слуха. Будьте верны своей мечте. Всегда нужно быть в поиске новых задумок и идей. Быть конкурентоспособным. Пожелаем же Ерлану, его жене Джордан и маленькому Рамирчику большого семейного счастья, здоровья и последующих грандиозных музыкальных успехов. Друзья, всем большой рахмет и отличного настроения. С вами была Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». «Пет understands Zacата» рекой «Звездные секреты». «Звездные секреты» «ПерезNER с диаметтипом!» «Перезisiaj в этой ночной месте я даже слышу свою эсэм armp messy». Субтитры сделал DimaTorzok